Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. Эрик Хашба с обзором. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В этом году только 9 выполнены частично. По остальным нет никакой информации, а сроки исполнения давно истекли. Проанализировав работу правительства, и было принято решение об отставке премьер-министра. По словам президента, при выборе нового главы правительства он будет руководствоваться профессионализмом кандидата, оценивать его способности эффективно и оперативно выполнять поставленные задачи. Этот состав кабинета министров сделал немалую работу в части увеличения бюджетных возможностей, реализации мероприятий по линии инвест-программы, внедрению системы казначейства. Начата была работа по оптимизации штата во всей системе кабинета министра. В целом, я думаю, что были неплохие результаты, но не могу сказать, что вся эта работа была выполнена основательно и качественно. Казначейская система, которая дает правительству возможность отслеживать движение денежных потоков и их целевое и эффективное расходование, активно внедряется. Об этом говорилось на завещании у президента. Полномасштабно республика перешла на казначейство с 1 июля. Президент Рауль Хаджима подчеркнул, что несмотря на определенные сложности, внедрение казначейства будет продолжено. Уже есть результаты, подчеркнул глава государства. Можно отслеживать, сколько денег остается на счетах бюджетополучателей и как они расходуются. Министр финансово Марк Варанзе сообщил, что уже обработано порядка 3600 платежей. Из 395 бюджетополучателей, 93 уже работают по электронной системе. В конце августа правительство должно подготовить президенту промежуточные результаты работы казначейства за два месяца. На очередном заседании сессии парламента в среду по представлению президента депутаты приняли отставку генерального прокурора и сняли с повестки дня вопрос об отумении доверия премьер-министру в связи с его отставкой. Помимо этого, после продолжительных и жарких дебатов большинством голосов депутаты приняли проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2015 год. Пять вопросов повестки дня касались избрания судей разных уровней. Заседание сессии было продолжено в пятницу. Депутаты, в частности, ратифицировали поправки к соглашению между Россией и Абхазией о порядке и условиях софинансирования за счет средств России по повышению зарплаты основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Депутаты продлили весеннюю сессию на 10 дней. До назначения нового главы Кабинета Министров и Генерального прокурора. На очередном заседании Кабинета Министров в пятницу члены правительства утвердили проект Российско-Абхазского соглашения о взаимном признании, образовании и квалификации. Приняли распоряжение о заключении соглашения между правительством Абхазии и правительством Боливарианской республики Венесуэла о сотрудничестве в области культуры. Одобрили положение о лицензировании ряда видов деятельности. Министры также единогласно утвердили таблицу распределения полос и радиочастот между службами Абхазии. Сто лет со дня рождения народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба республика планирует отметить с размахом. Об этом говорили на заседании комиссии по празднованию юбилея поэта под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Шамиля Адзенба. В программе мероприятий международная конференция по трем направлениям деятельности Баграта Шинкуба общественно-политической, научной и художественной. Еще одна общественная организация заявила о себе. Это общественное объединение Айтейра. Ее возглавили бывший премьер-министр Леонид Лакербайя и депутат парламента Ахак Вискири. Руководители объединения заявили о готовности работать со всеми партиями, организациями и гражданами страны и добиться национального согласия в обществе. Новая победа в спорте. Юная соотечественница Амина Анш позавоевала титул чемпионки Европы. Чемпионат Европы по теннису в возрастной категории до 18 лет проходил в Швейцарии. В финале Амина обыграла в трех сетах первую ракетку мира до 18 лет Олесию Первушину. Несколько недель назад Аншпа стала победительницей турнира первой категории в Берлине. После этого Амина Аншпа успешно выступала на юношеских и взрослых турнирах. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас вернемся к главной теме программы «Проблема в экономике». Гость нашей студии сегодня – кандидат экономических наук Даур Барганджи. Здравствуйте, Даур Андреевич. Здравствуйте. Тема нашей беседы сегодня – это экономическая ситуация в Абхазии. Хотелось бы узнать ваше мнение по этой теме, как у нас развивается экономика. Некоторые считают, говорят о том, что ситуация в экономике у нас не ухудшилась и не улучшилась. То есть мы действительно находимся в состоянии стагнации? Ваше мнение? Ну, в известной мере я бы согласился с такой оценкой. Хотя сказать, что мы совсем в стагнации, наверное, неправильно. У нас есть развитие и по многим направлениям достаточно серьезное. Хотя, наверное, хотелось бы, чтобы это было более быстрое развитие. поскольку, на мой взгляд, настало время, когда надо немножко уже поднимать паруса и пытаться двигаться вперед более серьезными шагами. А по каким, вот вы сказали, по определенным направлениям у нас есть развитие. По каким направлениям вы можете проговорить? Ну, мы можем говорить о социальной сфере. И при этом, конечно, надо учитывать, что значительную роль здесь играет та поддержка, которую оказывает нам Российская Федерация. Это же имеет для Абхазии довольно большое значение. Мы все знаем, что значительная часть бюджета формируется за счет такой прямой помощи. Если бы, конечно, не было бы этого фактора, было бы значительно тяжелее. Тогда была бы настоящая стагнация. Вот если брать, допустим, условно предположить, что не было бы такой помощи, мы бы находились именно в такой ситуации стагнации. Поэтому нам еще надо сделать многое для того, чтобы уметь самим двигаться вперед и развиваться. Потому что мы все понимаем, что эта помощь, во-первых, не безгранична, во-вторых, не бесконечна. Предпринимаются усилия на то, чтобы создаются новые программы экономического развития. Потом известно, что принята стратегия экономического развития Абхазии до 2025 года. Другое дело, что надо наполнять эту стратегию реальными экономическими шагами. Как нам двигаться, в каком направлении. Потому что стратегия охватывает все сферы жизни страны. Но вместе с тем нам надо выделить какие-то наиболее важные, наиболее существенные вещи, опираясь на которые можно сдвинуть процесс в сторону такого более существенного движения вперед. Скажите, вот вы заговорили о стратегии, она рассчитана на 10 лет. В таком быстро меняющемся мире, когда сейчас курс доллара резко поднялся по отношению к рублю, насколько оправданы вот такие долгосрочные программы? Насколько эта программа, стратегия может быть актуальна через, допустим, лет 5? Вот так вот. Ну, в стратегии отражены какие-то вещи наиболее существенные. И, конечно, жизнь всегда богаче, и через 5-10 лет может оказаться, что какая-то предпосылка была неправильно рассчитана, что-то оказалось не так. Это нормальный процесс. К этому нельзя относиться как к любому планированию своего будущего. Как любой человек может что-то планировать в своей жизни и думать, что он будет делать так-то и так-то, так и страна. Потому что здесь возможны вполне какие-то... Конечно, если окажется, что это вообще неправильное направление, тогда да. Тогда окажется, что изначально были заложены неправильные какие-то параметры, движение не в ту сторону, и окажется, такой теоретически может оказаться, что это тупиковый путь. Но главное, что... Я надеюсь, что все-таки такой ошибки не будет сделано. Я хотел бы акцентировать внимание еще и на том, что это не просто вопрос, который касается действующей власти. Когда делаются такие вещи, как стратегия развития на длительную перспективу, это не стратегия под действующую власть, под действующего президента или под действующего правительства. Хотя, конечно, всякая власть стремится как можно дольше реализовывать свои планы, и это тоже нормальный подход. Но в этом смысле надо думать о том, как подключить оппозицию к реализации такой стратегии. Потому что это касается не просто того, что есть какие-то планы у действующей власти, а другие к этому не имеют отношения. Еще как имеют? Все имеют к этому отношение. Поэтому такие вещи, как стратегия, а тем более, если на базе стратегии разрабатываются определенные конкретные меры экономической политики, они должны быть в главных вещах согласованы со всем обществом, со всеми социальными слоями, потому что иначе можно получить непонимание, для чего это делается, какие цели поставлены. Даура Андреевич, я понимаю, о чем вы говорите, об экономических реформах. Это и в основной НДС, наверное, да, вот я предполагаю, вы это тоже имели в виду, и введение экспортных пошлин на орех, которые вызвали протесты в обществе. Давайте мы к этому разговору вернемся после того, как напомним телезрителям о том, как проходил бизнес-форум «Абхазия. Шаг вперед». Потом вернемся к нашему разговору. Хорошо, давайте. Форум «Абхазия. Шаг вперед» оказался довольно представительным. Абхазских и зарубежных экспертов в Сухуме собрал Международный фонд Абстна, чтобы обсудить день завтрашний в экономике, туризме, предпринимательстве и сельском хозяйстве. Помимо экспертов в работе форума приняли участие представители исполнительной власти во главе с президентом страны Раулем Хаджимба. По словам руководителя Международного фонда Абстна Сенера Гогуа, проблемы прошлого и настоящего хорошо всем известны. Настало время говорить о том, что необходимо сделать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в стране. Проблемы для всех понятны и ясны. Давайте с сегодняшнего дня говорить вместе, что мы должны делать. Не одни представители правительства, так же представители бизнеса, представители общественной организации. Потому что ни одного нету программы, если не поддержит народ, не поймёт народ, никогда положительный результат не получит. Это уже четвёртое масштабное мероприятие Международного фонда Абстна. И каждый раз круглые столы форумы и семинары проводятся по самым актуальным темам с привлечением экспертов и специалистов, профессионалов в своих областях. С докладом об особенностях сельского хозяйства Абхазии и путях его развития выступил председатель Ассоциации аграрии в республике Джамал Эшба. По его мнению, именно Абхазское село во время и после Отечественной войны народа Абхазии не допустило серьёзного продовольственного кризиса. Но современный мир диктует свои условия. И чтобы выжить в селу, теперь необходимо выстроить финансово выгодную экономическую модель сельскохозяйственного производства. Надо выстраивать высокоэффективное сельхозпроизводство. Финансово и экономически они могут только выжить. Только крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, вертикально интегрированные, перерабатывающие промышленность. Убеждение, что мелкий сельхозпроизводитель накормит страну и может вести эффективное производство – это иллюзия, считает Джамал Эшба. Будущее за так называемым контрактным сельским хозяйством, когда рядом с крупным агрохолдингом работают десятки мелких фермерских хозяйств, дополняя друг друга. Генеральный директор компании «Ацетук Тревел» Анна Калягина в своем докладе о туристической отрасли республики отметила, что пляжный отдых – это не то направление, в котором Абхазия может конкурировать с Турцией, Египтом, Крымом и даже с Краснодарским краем. Развитие санаторно-курортных объектов и активного горного отдыха, экотуризма – вот два основных направления развития туризма в республике, считает Анна Калягина. Также особое внимание необходимо уделить воспитанию кадров, обслуживающего персонала. Соблюдение чистоты и порядка, контроль санитарных норм, вплоть до состояния канализационных систем – все становится важным вдвойне, когда от этого зависит развитие отрасли, нацеленной на привлечение туристов и, как следствие, большую прибыль. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава рассказал, что на сегодняшний день в республике около 50 фирм, которые завозят продукцию по прямым контрактам с производителями. Старая редакция закона об НДС была очень щадящей для бизнеса. Несмотря на несовершенство налогового законодательства, бизнес развивался достаточно неплохо, активно и постепенно укреплялся. Сырая, недоработанная новая редакция закона об НДС, который, естественно, в любом государстве нужен. Мы считаем, что закон об НДС правильный и формула правильная. Просто к нему нужно было готовиться более тщательно, его нужно было прорабатывать. Новая редакция закона об НДС привела к резкому повышению уровня цен, а также к вымыванию денег из бизнеса. Вместо того, чтобы деньги были в обороте предприятия, они уплачиваются в бюджет при еще нереализованном товаре. Министр экономики Адгур Ардзенба привел цифры, которые, по его словам, наглядно демонстрируют происходящее в экономике. В частности, министр отметил, что за 2015 год рост внутреннего валового продукта составил 3,7%. Бюджет собственных доходов, так как мы его называем, вы знаете, что у нас часть бюджета, к сожалению, формируется за счет внешних источников. Вот собственные доходы у нас в прошлом году нам удалось увеличить примерно на 20%. Если говорить о товарообороте, это тоже ощутимый показатель для нашей страны, для нашей экономики. У нас большая зависимость, к сожалению, от импорта, кратное превышение импорта над экспортом. То и здесь тоже есть определенный рост, который внушает оптимизм. В прошлом году, по итогам прошлого года, у нас экспорт составил 4,5 миллиардов против 2,9 миллиардов в 2014 году. В своем выступлении на форуме президент Рауль Хаджимба привел данные о том, что в 2016 году в 12 раз больше, чем в прошлом, вывезено сельхозпродукции за пределы республики. Это благодаря тем хозяйствам, которые организованы на территории Абхазии. Это парниковые хозяйства, которые стали расти у нас. Разве это не положительная тенденция? Это хорошо, но это мало. Это только первые шаги. И поэтому я уверен в том, что тенденция будет в сторону улучшения. Мы готовы слышать вас. Мы готовы ставить и задачи перед исполнительной властью, перед правительством, чтобы количество тех же проверок, о которых вы говорили. Мы с вами об этом уже не один раз говорили. И хотелось бы, чтобы здесь была бы реальная работа. Количество проверок действительно очень высоко у нас на сегодняшний день. Проверяют все, кому не лень. Минимизировать нужно количество всех этих, так называемых, административных проволочек. Создать условия для того, чтобы бизнес был бы до поры до времени, при периоде его становления, освобожден в большей степени от налогов. Президент отметил, что государство изыскало средства для кредитования бизнесом. Да, мы действительно страна, которая в значительной степени бюджет свой формирует за счет российской помощи. И здесь было сказано кем-то, к сожалению. Ничего подобного, я ничего не сожалею. Просто эту помощь нужно правильно использовать. Ее правильно перенаправить на развитие экономики страны. За последние вот эти два года мы бюджет своей страны с 2 миллиардов 900 миллионов фактических наполнений, мы увеличили почти до 4 миллиардов прошлого года. И в этом году мы надеемся получить до 5 миллиардов, где-то 711 миллионов. После недолгого перерыва во второй части рабочего форума «Абхазия. Шаг вперед» выступили эксперты из России, Турции и Индии. Амра Амиджи Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Даур Андреевич, мы посмотрели репортаж. Я бы вот сейчас хотела поговорить об экономических реформах. Ситуация с ВАЗным НДС. Его введение вызвало протесты в кругу предпринимателей. Правительство потом ввело на группу товаров, ввело нулевую ставку ВАЗного НДС. Что было сделано не так? Вот Артур Миквавия после своего ухода с поста премьер-министра, он сетовал на то, что все попытки правительства навести порядок в экономике, найти возможности дополнительной резервы для пополнения госбюджета, приводили к народным волнениям. Вы действительно считаете, что вот эта редакция закона об НДС, о чем говорил Роман Кочарава, эта редакция сырая была, и решение это было преждевременное? Уже то обстоятельство, что попытка таким способом ввести в ВАЗной НДС, что в принципе является нормальным, и все признают, что это не абхазское изобретение, это не какой-то такой особый налог, который там у нас выдумали, что он существует везде. Просто в силу определенных исторических обстоятельств в свое время его не вводили. Но это давняя история, не будем сейчас говорить о том, почему это тогда произошло, была определенная вполне весомая причина тогда тоже. Когда мы говорим о мерах экономической политики уже, не просто программы, которые там читают обычно только специалисты, она мало интереса простому обычному человеку, потому что прочитать там огромный труд, который сделали там ученые, где все, это достаточно сложно, да, требовать от людей, чтобы они читали там экономические программы. Но когда мы ведем речь об экономической политике, о конкретных мерах, которые в рамках программы правительства, например, пытаются воплотить в жизни, которые затрагивают интересы существенные различных групп, надо такого рода меры готовить, в том числе и в общественном мнении. Потому что, на мой взгляд, я, во-первых, не считаю, что это какой-то крупный вопрос об НДС, который очень существенно влияет на нашу жизнь, и это что-то такая, какая-то стратегия реформы. Это достаточно частный, я бы даже назвал его мелким вопросом. Но тем не менее правительство споткнулось об этом вопрос серьезно. Да, я попытаюсь объяснить свое мнение, почему так произошло. Вопрос сам по себе некрупный, нам надо решать гораздо более масштабные задачи, в том числе при применении мер экономической политики. Но здесь получилась такая штука, что не было понятно людям, для чего вообще это делается. Если задача состояла только в том, чтобы пополнить бюджет, и эта мера принималась исключительно, как говорят, в фискальных целях, а не в целях экономического регулирования, тогда это изначально было ошибкой. Потому что просто так вводить налог, не объясняя, соответственно, в обществе нет понимания, зачем это сделано. Сказать впрямую, что мы хотим просто пополнить бюджет, тогда, соответственно, возникает вопрос, а почему за счет нас, а не за счет других. Поэтому, если даже в таком контексте говорить, то получается, что вопрос этот в обществе не был согласован. Вот в глобальном плане. Здесь в сюжете было о том, что в Абхазии импорт значительно превосходит экспорт. В разы. Это же не в прошлом году возникло, а не в позапрошлом. Этот разрыв возник давно, он почти всегда существовал. За счет других финансовых поступлений эта разница нивелируется как-то. Допустим, за счет туризма, туристических услуг, за счет экономической помощи, за счет средств, которые посылаются в Абхазии путем денежных переводов и так далее. Но этот дисбаланс торговли весьма существенный, и он, естественно, влияет отрицательно. Значит, когда так говорят по-простому, если у вас что-то должно быть приблизительно равно друг другу, значит, вы должны предпринимать меры, чтобы с одной стороны стимулировать экспорт, и с другой стороны ограничивать импорт. В этом смысле было правильно. Введение НДС ограничивает импорт. Но населению это не было объяснено, что у нас вот такой дисбаланс торговли, что мы хотим эти бюджетные средства, которые получим в результате введения этого налога, направить на такие-то цели, допустим, социальные. Получилось так, что объяснено ничего не было. И просто сказать, что пополнение бюджета, это явно недостаточно. Соответственно, оппозиция тоже этим воспользовалась. Тут не хочу сказать, что это крупный промах, но промах все-таки был. А вот с экспортом, с введением экспортных пошлин на Рехфундук, это тоже был промах? В стратегическом плане, если говорить о мерах экономической политики, наиболее разумная политика – это вообще всяческое стимулирование экспорта, а не его ограничение. Вот эти попытки на какой-то монополии чуть-чуть что-то заработать, да, там текущий заработок есть, а в стратегическом плане мы проигрываем. Потому что, если нам нужно, скажем, в этой отрасли, как, скажем, производство орехов, наращивать какие-то усилия, это наша стратегическая культура, которую мы можем и дальше развивать, и есть рынок, куда эту продукцию сбывать, тогда нам надо, наоборот, стимулировать это производство, а не пытаться за счет какого-то старого багажа пополнить бюджет сегодняшним днем. Но, с другой стороны, вот эти такие первые какие-то шаги, которые сделаны, они тоже указывают на ошибки, и они будут помогать в будущем, потому что мы находимся в стадии, когда мы вообще только-только начинаем разрабатывать какие-либо меры экономической политики, по-большому, по-крупному. И здесь, то есть мы живем уже не сегодняшним, а пытаемся что-то такое подумать, что стимулировать, какую отрасль развить. И вот эта конференция, которая была, это было именно характерно в этом смысле, что там была попытка осмыслить, что нам надо сделать, чтобы сделать какой-то шаг вперед. Не просто жить сегодняшним днем, а каким-то образом сдвинуть процесс с мертвой точки. А с точки зрения импорта, нам тоже надо подумать об одной очень важной вещи, потому что, если мы хотим как-то развить внутреннее производство и защитить внутреннего товаропроизводителя, то мы должны об этом тоже подумать, потому что в такой открытой конкуренции в области сельского хозяйства, в которой сейчас Абхазия находится, пытаться что-то развить будет очень тяжело. Вот в сюжете выступал Раут Джункович, он сказал об одной очень важной вещи, что стали развиваться тепличные хозяйства. И вот в том, что тепличные хозяйства, это не просто какое-то отдельное направление, все производство овощей в мире сейчас переводится на тепличную основу. Вокруг нас находятся страны, которые все это активно развивают. Поэтому это очень правильное направление, и то, что у нас стали появляться такие тепличные хозяйства, это очень хорошо. Другое дело, что нам надо еще быстрее это делать, потому что это героические усилия определенных отдельных людей, бизнесменов, которые смогли это сделать. А задача государства, если это правильное направление, сделать так, чтобы это стимулировать. И тут возникает вопрос, а как? Потому что у нас, к сожалению, в экономическом плане совершенно открытые границы. С одной стороны, сельхозпродукция нам поступает со стороны российской границы, и там у нас подписано соглашение о беспошлином режиме. И даже попытка, как вы понимаете, ввести какой-то НДС вызвала сопротивление. А с другой стороны, у нас грузинская граница, где вообще все открыто, идет какой-то поток товаров и грузов, в том числе и значительной мере, это сельскохозяйственная продукция. Обратите внимание, ведь нам перестали приходить турецкие корабли, которые 10 лет назад пришвартовывались с Сухонским берегами, привозили ранние овощи, например. Товар идет через Грузию. Соответственно, значит, возникла другая, более простая, более дешевая логистика. Товар идет через Грузию, через Грузию он идет транзитом, соответственно, платежи минимальные, и нашу границу он переходит тоже, так скажем, за минимальную мзду. Вот эта ситуация, если мы хотим проводить меры экономической политики и как-то защитить наше сельское хозяйство, и как-то его быстро попытаться развить, то нам нужно, у нас здесь нет никаких ограничений, достаточно простого решения правительства для того, чтобы ввести пошлины на торговлю на грузинской границе. Закрывать глаза и говорить о том, что там никакой торговли нет, что у нас нет официальных отношений. Ну, это такая остроусильная политика, не больше другого, по-другому не могу назвать, потому что все знают, что она есть, и она довольно масштабная. Опять же, нельзя все ломать и крушить, нельзя взять и сказать, вот раз, и мы завтра все перекроем. Потому что если мы сейчас это сделаем, то Абхазия останется просто без продуктов питания, и они сразу взлетят в цене. Поэтому нужны определенные меры и постепенные. Сначала вы введите там, условно говоря, пошлину 10-20%, потом сделаете 30% со временем. Страна, с которой мы находимся юридически в состоянии войны, фактически раз нет медного договора, не означает, что мы не имеем права с ними торговать. Торговать можно всегда. Если это выгодно, то этим будут пользоваться обе стороны. Просто надо официально, никто не мешает нам организовать таможенное оформление грузов, взимания таможенных пошлин. И для бюджета это будет хорошо, и это создаст для нас возможность создать более тепличные условия, лучшие условия для развития внутреннего сельхозпроизводства. То есть этим самым мы защитим внутреннего производителя? Постепенно ограничивая импорт, мы заместим этот импорт той продукцией, которую мы в состоянии произвести сами. И это вообще должно быть сейчас для нас, на мой взгляд, самым главным стратегическим направлением в экономике, потому что в противном случае мы не сможем сделать так, чтобы без какой-либо защиты со стороны государства Абхазское село, в широком смысле сельхозпроизводитель, смог бы напрямую конкурировать с международной конкуренцией с производителем с той же Турцией, Азербайджаном или Грузией. Это практически невозможно. Вы не найдете ни одну страну в мире, которая вообще никак не защищает своего сельхозпроизводителя. Все страны этим занимаются. Пока мы не сделаем сельское хозяйство сверхвыгодным, население не вернется в деревню. Помимо защиты внутреннего производителя, помимо развития сельского хозяйства, какие первоочередные задачи стоят перед новым составом кабинета министров? Какая программа действий должна быть у нового премьер-министра? Какую программу действий он должен представить? Где точки роста? Я могу высказать свое мнение, но мне кажется, что это все-таки задача президента давать какие-то такие конкретные поручения правительству. Я бы сформулировал это таким образом, что концептуально нам надо в экономике сейчас, во-первых, определиться, какие шаги в экономической политике нам сейчас необходимы, самые основные. При этом надо достичь, прежде чем начать их реализовывать, надо обсудить их с обществом, включая там научные круги, вообще людей, которые этим интересуются, включая оппозицию, потому что в главных вопросах не должно быть разницы между властью и оппозицией. Если мы говорим, что нам нужно развивать экономику, вернуть население в деревню, я уже не говорю о том, что это автоматически означает снижение преступности, что люди будут заняты более полезным делом, что это будет возможность развития на селе, я не думаю, что оппозиция может каким-то образом выступать против этого. Могут быть споры по поводу тех или иных механизмов, как правильно это сделать, допустим, внедряя такой механизм, но это уже спор в деталях. А если это вообще не согласовывать, то тогда оппозиция будет любую свою, они будут только смотреть и выискивать, где-то там что-то неправильно сделано, чтобы поднять шум вокруг этого и вредить так, как только могут. Поэтому, если же это будет заранее согласовано, определено и в общих базовых вопросах будет какой-то консенсус и в обществе, и в научной среде, и с оппозицией, тогда уже сложнее будет. Тогда уже вы тоже соучастники, вы тоже участвуете в этом процессе. Оппозиция не может отказаться обсуждать такие вопросы, например, как нам развивать Абхазское село, или почему нам нужно развитие сельского хозяйства, причем ударными темпами, с тем, чтобы исправить ситуацию, которая существует сегодня. И, соответственно, создаться более благоприятная вообще общая атмосфера, когда станет вопрос реализации, потому что не бывает все гладко. Я вот сейчас говорю о том, что нам нужно обложить пошлинами импорт, а вот одновременно это означает рост цен на сельхозпродукцию. Мы должны как-то людям объяснить, что продукты подорожают. Это не будет какой-то, да, но если вы там на 10-20% пошлины вводите, то, соответственно, процентов на 5% у вас подорожает продуктовая группа товаров. Надо людям объяснить, ради чего ты это делаешь, почему, какие поставлены цели, тогда это можно будет реализовать. А если это не объяснить, то тогда возникнет та же самая ситуация, как была с НДС. Сразу будут брать одну сторону вопроса, которая более выгодна с точки зрения критики, вот сказать, вот видите, вы там ввели какие-то меры, а в результате, условно говоря, помидоры подорожали. Какие-то давать очень конкретные советы правительству я бы, конечно, не стал, потому что есть непосредственное руководство, и задачи, конечно, будут поставлены, я надеюсь, что правильные. В той экономической политике, которая сегодня разрабатывается, какое самое главное звено, я бы сказал, защита отечественного сельхозпроизводителя и всяческое стимулирование экспорта. Вы уже говорили о российской финансовой помощи. Я, в принципе, предвижу уже ваш ответ. Ну вот, раздаются в нашем обществе периодические мнения о том, что нам нужно полностью отказаться от российской финансовой помощи, о том, что нам надо прекратить быть в роли просящего, стать полноправным партнером с Российской Федерацией и находить собственные резервы для пополнения бюджета. Как вы относитесь к этому мнению? Ну, вы-то знаете, как говорится, на злокондуктору пойти пешком, но взять и отказаться, я думаю, это совсем неразумное решение, а вот попытаться на базе этой помощи развиться, это было бы разумно, потому что так или иначе, эта поддержка касается, прежде всего, социальной сферы, которую нужно содержать, а когда вы хотите сконцентрировать какие-то ресурсы на каких-то направлениях, с тем, чтобы развить наиболее важные для вас направления и отрасли, одновременно пытаться поддерживать на должном уровне социальную сферу, для этого нужен несколько более высокий уровень развития, чем у нас, и если мы со временем выйдем на какую-то такую нормальную траекторию развития, то, я думаю, этот вопрос тоже сам собой отпадет. Скажите, а вот насколько эффективно мы расходуем эту финансовую помощь, вот насколько правильно расставлены приоритеты в инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию? Здесь же вопрос не только наш, направления расходования этой помощи, они согласовываются, поэтому этот договор как минимум двусторонний, и поэтому мы не очень вольны в выборе, тут нет такой ситуации, что нам дают некую определенную сумму денег, и абхазское правительство само решает, куда эти деньги направить, на эту сферу или на эту. Это все согласовывается, существует работа межправительственной комиссии, эти планы согласуются во многих структурах и у нас, и в Российской Федерации, поэтому здесь улица с двусторонним движением, хотя, конечно, мы можем в какой-то мере влиять на эту тему, предлагая какие-то свои решения и свои программы. В этом смысле мы уже говорили многократно о том, что надо как-то попытаться все-таки от финансирования чисто социальной сферы, на зарплаты в МВД, в милиции, учителей и так далее, все-таки найти ресурсы, которые были бы вложены именно непосредственно в экономическое развитие. Определенный сдвиг в этом отношении был сделан за последние 2-3 года, но, тем не менее, это все еще остаются очень незначительные суммы, потому что суммы в пределах 1 миллиарда, растянутые на несколько лет, это, в принципе, капля в море. Введение свободных экономических зон. Несколько раз в интервью говорили о том, что это поможет экономическому развитию, создание свободных экономических зон. Там несколько типов есть. Вы говорили о туристическом направлении в Ачимчирском районе. Вы действительно считаете, что в наших условиях это удачный может быть проект, свободные экономические зоны, и что действительно инвестор придет и будет вкладывать серьезные деньги? Какое сравнение мне сейчас пришло в голову? Рыбак, который приходит с удочкой на берег моря, он всегда рассчитывает на удачу. Он знает, что может попасться маленькая рыбка, крупная рыбка, но если ты не пришел на берег моря и удочку не закинул, ты никогда ничего не поймаешь. Надо пытаться. Значит, надо пытаться, потому что если мы, условно говоря, у нас есть достаточно свободный берег в Ачимчирском районе, почему я предлагал там такую рекреационную свободную зону создать? Надо создать сверхусловия, потому что один большой клиент, один большой инвестор, который построит там пятизвездочный отель, и у нас абсолютно изменится вся ситуация. Понимаете? Один брендовый отель, который решится что-нибудь в Абхазии построить, потом мы на него будем показывать и говорить, вот смотрите, у нас есть, условно говоря, Кемпинский, пускай другие тоже подумают, а почему бы им тоже не прийти? Поэтому это такой способ, но для этого надо же еще сделать предложение, не ждать, пока кто-то к нам приедет и предложит, а давайте я у вас, это надо делать предложение, публично, открыто, надо создать максимальные там налоговые льготы, для такого случая я бы вообще от всех налогов освободил лет на 30, на 40, потому что один такой первый объект, он просто может перевернуть ситуацию, в принципе. Но мы сделали первый шаг в этом направлении, в прошлом году, в октябре, кажется, парламент в окончательном чтении принял закон о свободных экономических зонах. – Да, но что-то после этого я не заметил, что они стали повсеместно возникать, потому что просто принять закон недостаточно, это надо, чтобы люди об этом знали. Кто знает о том, что у нас такой закон есть и что мы предлагаем? Ну а что, это разве тема, которая обсуждается в каких-то бизнес-кругах, даже российских, не говоря уже каких-то других? Конечно нет, об этом не знают, это еще огромная работа, надо проводить определенные презентации, надо включить все инструменты, которые есть у государства. Вопрос о свободных зонах, может быть, просто сейчас нехватка времени, это отдельный большой разговор, но многие страны на это пошли, для этого нужна политическая воля и ряд решительных шагов. – А есть неудачные примеры, вот в России есть неудачные примеры свободных экономических зон? – Есть, 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 конечно, много неудачных примеров. Опять же, как правило, неудачные примеры связаны с тем, что шаги делаются, но они непоследовательные и не очень решительные. Если вы поставили задачу привлечь в Абхазию крупного инвестора, вы должны дать ему все. Не надо пытаться сразу, чтобы он вам что-то заплатил, чтобы пополнил бюджет. – У нас к инвесторам потребительское отношение. – Ну, есть такое дело. Могу вам сказать, что когда, например, есть такой известный курорт Сания в Китае, на острове Хайнань, это Южный Китай, тропический остров, когда-то там была просто военная база. И когда они приняли решение о том, что они хотят развивать там курортную сферу, знаете, какие условия они создали? Они на 30, на 40 лет вообще освободили всех от всех налогов. Вообще от всех, понимаете? А когда принимается закон, по которому там один налог будет, другой, может быть, не будет, а здесь вот там это, там было свободное выделение земельных участков, люди в очереди стояли, чтобы успеть получить там наиболее такие лакомые куски. – То есть для инвестора должны быть понятные условия? – Когда есть в мире более лучшие условия, чем в Абхазии, они пойдут на Хайнань, они не пойдут в Абхазию. Я сейчас оставляю в стороне вопрос о признанности, и тут этот фактор тоже играет роль. Но он, может быть, там не самый главный, но как минимум на втором месте стоит, да, по важности. – Даур Андреевич, к сожалению, нам надо завершать разговор с вами. У меня такой последний вопрос. По уровню экономического развития, на какое место вы бы поставили Абхазию в рейтинге стран мира? – Я скажу, что если взять там градацию стран, которые, условно говоря, бедные страны, богатые страны и середнячки, то мы находимся где-то в верхнем эшелоне бедных стран. – Ну вот на такой ноте не хотелось бы завершать передачу. Может быть, вы как-то резюмируете нашу беседу? – Мы имеем все шансы уйти с этой позиции в группу середнячков. Как минимум в перспективе ближайших 10 лет. Даже если мы сделаем вот эти очевидные вещи, которые, если мы сумеем поднять наше сельхозпроизводство за счет внедрения новых технологий, еще раз повторюсь, прежде всего, тепличное хозяйство – это вообще самое главное. И если мы сумеем, государство сумеет помочь этому сельхозпроизводителю с одной стороны произвести эту продукцию, а с другой стороны помогать в сбытии – это тоже очень важная отдельная тема, потому что мало произвести, надо еще суметь продать, тем более, когда речь идет о международной торговле. Если мы сумеем это сделать, то мы имеем все шансы стать в прочную группу середнячков, потому что туристические страны, как правило, в которых более-менее что-то налажено, они вот в этой группе середнячков и находятся. Рассчитывать на то, что чисто туристическая страна станет в категории богатых стран – это иллюзия, этого никогда не будет. Вот для этого нужно совсем другое, но это не задача ближайших 10-15 лет, а в какой-то исторической перспективе кто мешает. Может и так получиться. Если будем правильно развиваться и выйдем на правильную траекторию, то можно достичь больших высот. Доран Андреевич, я завершаю с вами беседу. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо большое за приглашение. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был кандидат экономических наук Даур Барганджи. Мы говорили о социально-экономической ситуации в республике. Мы продолжаем выпуск. Накануне завершилась поисково-спасательная операция МЧС Абхазии на хребте Чедым. Группа туристов отправилась в поход в высокогорную Абхазию. На водопаде у озера Мцра одна из туристок, Екатерина Евдокимова, 1987 года рождения, жительница Екатеринбурга, сорвалась с горы. К счастью, травмы оказались несмертельными. Спасатели вывезли всю группу на вертолете в Сухум. Пострадавшая доставлена в республиканскую больницу. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы планировали вам рассказать. Спасибо, что смотрели нас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok